Христос воскресе! Воистину воскресе! Поздравляем всех со светлым радостным днём воскресения Христова! В Священном Писании о том, как воскресение Христово важно для каждого из нас, для каждого христианина, говорится очень много. Особенно важны слова апостола Павла из посланий к римлянам. Он говорит о Боге, который воскресил из мёртвых Иисуса Христа Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Что это за оправдание? Грехом одного человека, говорит апостол Павел, смерть вошла в мир. Возмездие за грех — смерть. Или по-славянски оброк греха — смерть. То есть тот оброк, который мы платим за то, что грешим, — это наше умирание. И никуда мы от этого деться не можем. Каждому из нас предстоит пройти через эти врата, через эту черту. Но только мы веруем, и мы убеждены, и мы знаем, что мы имеем дар оправдания Христова. И дар этот заключается в том, что мы имеем в нём вечную жизнь. Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. И не просто вечная жизнь, как вечное пребывание души, а именно воскресение полного человека. А полный человек — это не тело без души, и не душа без тела. А полный человек — это и душа, и тело. Потому что и душа, и тело несут в себе образ и подобие Божие. Казалось бы, почему мы смеем такое предполагать и говорить о теле человеческом? Давайте вспомним великого богослова преподобного Ивана Дамаскина, который написал такую книгу «Точное изложение православной веры». И вспомним, сейчас это уместно, когда мы вспоминаем смерть и воскресение Христова, вспомним его великие стихиры, которые он написал на смерть своего близкого, любимого человека, и которые читаются или поются над каждым христианином во время отпевания. «Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть, и вижу в огробях лежащую по образу Божию созданную нашу красоту, безобразную, бесславную, не имущую вида». В огробе мы не видим души, мы видим тело. Оно повержено тлению, оно начало разлагаться. И вот он смотрит и говорит именно об этом теле, по образу Божию созданную нашу красоту. И вот эта красота будет возвращена. Для того, чтобы понять, что это суть нашей веры, давайте вернемся к шестой главе послания к римлянам апостола Павла, отрывок из которой читался над каждым из нас, если мы крещены во младенчестве, или рядом с каждым из нас, если мы стояли на таинстве крещения, когда оно совершалось над нами взрослыми. «Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились?» Вот это троекратное погружение в воду крещения — это схождение в смерть, трехдневную смерть Иисуса Христа. «Итак мы погреблись с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, славу и Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с ним, дабы упразднилось тело греховное, чтобы нам не быть уже рыбами греху. Ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с ним, зная, что Христос воскрес из мертвых уже не умирает, смерть уже не имеет над ним власти. Ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитаетесь ими мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе наш. Вот что говорится о нашем христианстве в таинстве крещения, которое совершалось над каждым из нас. Жизнь христианина — это жизнь уже воскресшего человека от смерти греховной. Пока эта жизнь только маленьким-маленьким огоньком, как огоньком лампадочки, тлеет в нашем сердце. Но рано или поздно она высияет, и человек, как мы верим, уповаем, снова предстанет пред своим Творцом во всей силе и славе и красе нового Адама, который есть Христос, и от которого мы, новое человечество, как говорит святой апостол, новый Израиль. И, может быть, в этот день нам надо вспомнить о том, что в Царстве Божьем живы все. И мы верим, что мы там встретимся со всеми, во-первых, своими умершими и раньше нас ушедшими любимыми людьми, но мы встретимся со всеми святыми. Мы сможем подойти к святому имя, которого мы носим, и житие, которого читаем, и которому молимся. Мы увидим наших ангелов-хранителей, и нам будет очень стыдно перед ними, сколько мы им доставляли неприятностей. Мы сможем подойти к апостолу Павлу и сказать ему, святой апостол, вот я не понимал это место в послании к римлянам. Что ты имел в виду? Мы сможем подойти к Серафиму Саровскому, и он, как и при земной жизни, скажет нам, «Радость моя, Христос воскресе». Он говорил это всем, даже великим постом. Во-первых, потому что он любил каждого человека, который к нему приходил, и он действительно заставлял ему радость. Святой не лгал и не актерствовал. А во-вторых, он, как и первый христианин, он говорил самое главное, что говорит христианин другому. «Христос воскрес, смерть побеждена, ее больше нету. Смерть, где твоё жало?» Апостол Павел повторяет слова древнего пророка. «Ад, где твоя победа?» Смерть торжествует, жизнь жительствует, и мы сможем подойти к самому Господу. Наконец-то. Вот надежда нашего воскресения, опыт которого начинается уже в этой жизни. Христианина, по крайней мере, должен начинаться. И, конечно, ничего более близкого к этому состоянию, чем пасхальная радость, на земле нет. Поэтому, как и древние христиане, еще раз друг друга приветствуем самым главным известием, которое вообще когда-либо звучало на земле. Христос воскрес, воистину воскрес. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok